МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шмидт Сигурд-Отович, советник Российской академии наук, заслуженный профессор Российского государственного гуманитарного университета. Область научных интересов, отечественная история, специальные исторические дисциплины. Автор более 15 книг по истории России времен Ивана Грозного, историографии и москво-ведения. АПЛОДИСМЕНТЫ Садитесь. Не будем терять времени, да. Так вот, продолжим нашу лекцию об Иване Грозном. Об Иване Грозном по материалам, по документации его современников. И в представлении его современников. Мы с вами говорили о том, что 1564 год, это год, когда, в общем, Иван Васильевич Грозный впервые имел, помолчил возможность, это неудача, впервые вынужден был ознакомиться с резко-критическим отношением к его деятельности. Курский, уехавший за границу, в оправдании своей измены, он послал обличительное письмо, ну, показывающее, что вот он так поступил, потому что Иван совершил много дурных дел. Письмо его начинается уже эффектной фразой. И он, и Грозный, оба очень образованные книжники, близкие в свое время друг к другу, и, видимо, близкие и по интересам культурным, Курский старший на два года, и внук двух бояр, и по отцу, и по матери. Вот начинается. «Почту царю сильных в Израиле, понимай, на родине своей, побил еси, и воевод от Бога данных на враги твоя различными смертями, восторг еси, и победоносной свиную кровь, святую кровь их на церквах божьих пролиял еси, и на доброхотов своих и душу затяполагающих несвыханной от веры муки и смерти и гонений умыслив еси, изменами и чародействием, и иными неподобными, обыгая православных, и счастью соусердием свет на тьму прилагати, и сладкое горьким прозывати, что и повинили при того, и в чём прогнева летя крестьянские представители, и грозит ему страшным возмездием на том свете». Грозный, несмотря на то, что у него было чрезвычайно высокое представление о своём положении, и он понимал, что все поданные холопы, и князь Рюрихович Курбский тоже холоп, тем не менее решил ответить ему большим посланием. Вероятно, тут сказался и особая склонность литературная Грозного. Он прежде всего старался отвергнуть те обвинения, те конкретные примеры злодеяний, которые указал Курбский, или отмечал, что и у тебя то же самое, и ты проливал кровь в церкви, не выговаривай, не выговаривай других. Но для нас важно это тем, что он изложил доктрину, понимая доктрину самодержавной власти, так как он её понимал. Он полагал, что он воплощает волю Бога в своих действиях, и противящийся ему, по существу, противится Богу. Вот эта гиперполизация своих прав, своих возложенных на него, якобы самим Богом обязанностей, особенно характер для Грозного. А так как Грозный не различал по существу государева, государственного от государева, то есть от своего личного, его касающегося, то у него и прямо у него фраза же, государь, волен холопов жаловать и казнить, но и за себя ясми стал. То есть я, собственно, себя защищаю. Подозрительный Иван Грозный всё время подозревал, что кто-то что-то предпринимает против него, и был готов к самозащите. Не нужно думать, что жестокость – это свойство царя Ивана в то время. Мы знаем его современников, знаем, скольких людей, казнивый Генрих английский, восьмой и Филипп II испанский, его фрамеевская ночь, произошедшая при Екатерине Медичи, французской королеве, всё это было. Но никто не формулировал так свою власть, и это напоминает в какой-то мере, видимо, так сказать, воспринятые не только из старого византийских учений о власти, но и с Востока. Поэтому можно говорить о таком варианте восточного деспотизма Ивана Грозного. И для Ивана Грозного самодержавие – это совершенно бесконтрольная власть. У него понятия различия самодержавия и самовласти для него не существовало. Бесконтрольная, полная власть и сопротивление его намерениям, сопротивление его взглядам, оно объявляется, соответственно, и государственной изменеей. Это впоследствии дало возможность учёным именно на примере Грозного конструировать свои политические взгляды. Вот блистательно это сделал Карамзин, до него ещё Щербатов, в истории государства российского, восьмой и девятый тома, который посвящён Грозному, где именно на примере Грозного он старался показать различия самодержавия, то есть управление единовласта, но подчиняющегося определённым законам, обязанного защищать поданных от внешних врагов и обязанного какие-то законы внутренней политики делать, и все власти бесконтрольного и безмерного. И это было внушалось, соответственно, и учеником, другом Карамзина-Жуковским, своему ученику, будущему Александру Второму, и не случайно, что на памятнике тысячелетия России, воздвигата в 1862 году в Великом Новгороде, нету фигуры Грозного. Но есть фигура Алексея Адашева, есть фигура Фильвестера, есть фигура царицы Анастасии. Сочинение Грозного было замечательно с точки зрения литературной. Об этом мы ещё позже поговорим, но Грозный оказался новатором русского литературного языка. И не случайно в серии памятники культуры, в серии литературной памятники знаменитой послания Ивана Грозного вышли целым томом. Это начало его известных литературных сочинений. Переписка с Курским тоже вышла отдельным томом. Здесь и комментарии, и статьи, и специальные статьи академика Лихачёва «Иван Грозный писатель». А сейчас вернёмся, это мы скажем, вернёмся к политической деятельности. Ахадемик Липпер, замечательный знаток мировой истории, в 1922 году решил написать книжку с явным политическим уконом Иван Грозный, который рассматривал эту фигуру в контексте мировой истории. Он там сказал, что если бы Иван Грозный скончался в 50-е годы, то его бы сравнивали будущие историки с Александром Великим, с Александром Бакедонским. Он сумел, при нём были важнейшие реформы, и он сумел невероятно расширить территорию своего государства. Но Грозного ещё после 1560 года царствовал 24 года. И нужно сказать, что за это время никаких особых государственных проектов не было. Начатая Ливонская война длилась долго, разоряя страну, и кончилась бесславно, а последние годы жизни датируется запретом июрева дня, и явным кризисом хозяйственным в стране. Правда, в это время Россия стала расширяться с имерием, но это было не вполнение не только инициативы Ивана, больше инициатива Строговых, и, собственно, в его время это ещё недостаточно почувствовали. Иван, вот, в 16-е думается, что послание Курбскому и эти размышления по поводу своей возможной кончины, в 64-й год, когда он вот задумывает, как оформить место своего захоронения, это было и это всё побудило его к реформе, которую мы связываем с опричиной. Конечно, опричина, эта политика опричина имела социальную направленность. Она отвечала закономерностям времени, когда на место на место феодальной раздробленности меняется централизованным государством, когда права вассалов уменьшаются и когда служебное положение ценится больше родовой чести и напоминаний о старинных замках, когда рождается бюрократическая система, когда расширяются отношения между частями государства. Но это в это действие, где Иван проявил явную индивидуальную инициативу и, если можно выразиться, индивидуальный вкус, внесено было очень много свойственного ему личного театрализованного начала. ведь само поводы для того, чтобы подозревать кого-то в том, что не поддерживает его начинание, у него могли иметься. Первые преследования бывших своих соратников не вызывало понимания у боярства. Вероятно, были разговоры, которые могли дойти до царя, неблагоприятные для него, но никаких сведений о реальных заговорах не было. Собственно, первая такая реальная измена убежал когда-то уже давно, во времена ездной рады князь Ростовский, первая такая измена большого человека, в Польше все время переходили, это был князь Курбский. И организация опричной, вот эта нарочитое централизация, эта театрализация, она как бы очень важна для понимания натуры самого царя. Конечно, это не внезапный был отъезд, потому что когда зимой 64-65 года был подготовлен целый обоз царя, его семьи, некоторых приближенных людей, семьи, окруженных, увозивших церковные ценности и всякие ценные памятники, конечно, все в Москве чувствуют, что-то происходит, но совершенно недоумевали, когда царь уехал, потом Господь его задержал и доехав на север до Александровой Свободы, это город нынешний Александров, он прислал две грамоты, одна грамота адресовалась боярам, иерархам, что он их обвинял в измене, а другая уже люду московскому, купцам, которых он никакого якобы не имел на них ни которого гнева и опалы, что он, видя и наблюдая измену, решил отказаться от престола, и вот пусть они, так сказать, живут, как знают. Ну, естественно, к нему пословили. Делегация не сразу, но уговорила его вернуться, и он поставил два условия. Первое, что он имеет право казнить по своей воле без согласования с Советикой Боярской Думы. И второе, что он делит всю страну на две территории. На опричи, то есть ему лично предлежавший слово опричное, это вдовья доля у князи, у княгинь обычно была, и земщину. И в эту территорию, на этой территории опричный, подчиняющийся своим законам, он может брать какие-то части. Как выяснилось, это были и части Москвы, и части России, достаточно торгово развитые. И сразу же были казнены очень видные бояре. Театрализация была не в таком церковном стиле. Иван, конечно, как все люди того времени, был верующим человеком, глубоко верующим, и даже иногда с такой, какой-то акцентированием своей веры. Он превратил опричников в своеобразный полумонашеский орден. Они были одеты в черное. Сам он себя называл игумным. Очень много времени удивляли, уделяли церковным службам, но в то же время у них был, у них была метва и собачья голова. Метва для того, чтобы метать измену, а собачья голова для того, чтобы выгрязать измену. И эти молитвы длительные, одновременно, то есть в то же время происходившие пиры, они в промежутках бывали пытки тех, кого Иван Грозный подозревал. Некоторые думают, что это наветы наслушавшегося от беговых курбского или иностранцев, но имеются, к сожалению, то есть имеются прямые документы, показывающие личное участие Ивана в этом. Из немногих уцелевших дел времени его уцелевы распростные речи на пыточном дворе. Распростные речи уже когда опричная была отменена в 573 году. Царь допрашивает попыткой, кто из бояр наших нам изменяет, скажи именно, и предчистоит имена всех ближних ему людей, то есть частично из тех, кто стоит рядом. Вот этот прием в то же время описывается, что когда устраивались пиры, то сознательно спаивали присутствующих, ну что у умного на уме, то у пьяного на языке, и соответственно задавали вопросы, и потом доносили эти сведения царю, кто что говорит, или точнее кто на кого наговаривает. Но театрализация, склонность театрализации выражалась и в самом, ну так сказать, оформлении преследования людей. Обреченного на гибель боярина, одного из самых знатных и сына его кормилицы, он одел сначала в царскую одежду, вот и хотел быть царем, посиди на троне, потом казнил, заставлял людей, заставлял силой идти против местнических правил. Он был совершенно нетерпим, Иван, к тем, кто возражал. Ну, наиболее известный пример, такой сейчас восстановленный в нашей памяти современным фильмом, это митрополит Филипп, митрополит Филиппа боярского рода Ковычевых, оказавшись замечательным хозяйственником, он постригся и в Словенский монастырь благодаря ему достиг того, что он достиг в то время и мог потом продолжать, он осмелился протестовать против зоопотребления опричной публично. И несмотря на то, что царь был истинно верующий человек, он публично лишил митрополита Сана митрополита сослали потом в Тверь, в монастырь и по наущению царя его задушил Малюта Скуратов. Царь расправлялся, был, погромы касались не только каких-то более или менее заметных людей, их семей, а казнили семейственно. И казнили, и преследовали тех, кто принадл слуг и ближних дворовых слуг, и даже крепостных в их имениях. Это знаменитые, печально знаменитые разгромы и Твери, и Великого Новгорода, описанные в многих, когда людей убивали в течение недели, бросали в прорубь волхов. Это были массовые, массовые казни. Причем Иван видимо сам, его жестокость и в этом были какие-то и садистические наклонности, потому что казнь 570-го года это была такая своеобразная режиссура и зловещее театральное исполнение. Были заведомо на пожаре на Красной площади сделаны столбы, многие столбов чаны с кипятком и людей бросали в кипяток, а у некоторых просто их разрезали по частям, в том числе его знаменитого дипломата, верно, талантливейшего дипломата России той поры и писателя Ивана Висковатова. Вот это, конечно, показывает какое-то психологическое отступление от нормы у царя Ивана. Врядное отступление выражалось и в его браках. Первый брак, второй брак, он женился на кабардинской княжне, мы мало, но они ее не любят, мы мало просто знаем фактов о ее деятельности, но она умерла, и он женился третий раз. Это отражено знаменитой царской невесте его, Филипского-Корска, и в драме на стрелании которой написано «И царская невеста, выбранная имя», красавица, она действительно очень скоро умерла, и Иван во третье после трех раз нельзя было жениться, но Иван выпросил право на женитьбу, сказав, что он, собственно, к этой невесте не прикасался. Но после этого он двух жен буквально через год отправлял в монастырь, и последняя жена седьмая Нагая, он от нее родился у него уже сын Дмитрий, уже когда ему было за, ему было уже за 50 лет. И в это же время, будучи женатым, он пытается организовать политические браки с сестрой с женой, живой, действующей женой брата шведского короля и с Польшей, а потом хочет жениться на племяннице английской королевы. Так что какие-то отступления от нормы в этом проявляются. Поэтому не случайно, что в 19 веке серьезные ученые-психиатры начали изучать образ поведения Ивана по тем источникам, которые тогда дошли. Потом уже и в советские годы появлялись серьезные работы. Конечно, после смерти Сталина при Сталине допоминать об этой стране было невозможно. Сталин был сторонником Ивана и сам, наверное, в чем-то с ним сходился в этом плане. И он его относит к тем, кого он называет преследуемые преследователи, то есть люди, которые в основном преследуют тех, кто были когда-то близки. Вот считает, что они их преследуют. Поэтому особенно любопытно, что Иван расправлялся с близкими его людьми. Ведь не только погибли избранные рады, но погибли самые главные опричники. То есть те, которые совершали с ним все дела. Исключение Малюта Скуратов, который погиб своей смертью, сумел пережить в 70-м году эту массовую казнь опричников, и за Малюту Скуратова Иван отдал в монастырь огромные деньги. Вот это какое-то невполне объяснимое дело, и Малюта был, вот, жена, дочь Малюты стала женой Бориса Годунова, а Борис Годунов, его сестра стала женой оставшегося сына Федора Ивановича. В всяком случае, это очень тоже требует вмешательства в нашу историю и медицину, чтобы понять такие отклонения. Но политические позиции Ивана в это время мы как раз довольно четко знаем, потому что после послания Ивана Грозного Грозной сохранились другие сочинения. Оказалось, что он великолепно был знаком со всем системой делопроизводства. Он подражал и челобитным, и посольским записям, и другой документацией. Иногда ернически подражал. Он владел великолепным методом, так сказать, формой посланий. В его языке обнаруживается глубокое знание серьезной церковной и не церковной литературы и знания наизусть многих важных текстов. и его литературный язык это особое время формирования русского литературного языка. Иван Грозный в этом отношении может быть притечей знаменитого протопопа Аввакума, который был великолепным писателем и оратором. Иван писал и он позволял себе и в дипломатических документах то, что не принято было. Ну, скажем, в польском посольской книге мы слышим фразу «Царь государь волен холопа вжаловать и казнить». Есть та же самая фраза, в которой его письме начин сам вносил свои слова в польскую книгу. Мы знаем, что он писал от имени Бояр письма в Польше. Да, вот его обращение к королеве Елизавете. Торговые отношения были достаточно крепкие и Иван надеялся найти в Елизавете политического союзника в борьбе за выход к Балтийскому морю. Елизавета же предпочитала и окружавшие ее, естественно, люди, окружавшие ее торговые люди и политические деятели, акцентировав внимание на отношениях экономических. И вот его письмо, письмо так вот характеризующих. «А мы чаяли того, что ты на своем государстве государыня и сама владеешь, ажно у тебя мимо тебя люди владеют, и не только люди, но мужики торговые, и о наших государских головах, и о честях, и о землях прибытки не смотрят, а ищут твоих торговых прибытков, а ты прибываешь в своем девическом чину, как есть пошлая девица». Ну, не в нашем смысле, это понимается, пошлая девица, обыкновенная девица, даже в этой страстной фразе сказывается, кстати, и отношение к социальным сословиям. Для Ивана уж мужики торговые это вообще уже не люди. Он действительно очень себя проявлял талантливо как литератор и как историк. Мы замечаем, он писал по-разному, писал унижающий сравнительно себя, ох, я мерзкий раб, я какой-то монастырь, в то же время жалуясь святую на то, что там постригшийся бояр недостаточно за ними следят, но он же и редактировал исторические документы. Вот вам покажут замечательный официальный лицевой свод, то есть официальная летопись, очень сложно было ее составлять, Иван редактировал тексты, посвященные его времени. Он к этому вернулся, он подчеркивал все время роль свою и изменежескую деятельность тех, которые в первоначальном варианте были, ну, изловно, так, как эта деятельность была, и воины, и полководцы, и бояре, и так далее. Это фактически, причем по-видимому, он это диктовал, вряд ли, это безусловно не его автограф, но было это, наверное, так быстро сделано, вы увидите на, увидите на экране, как вписывали сбоку, происходилось даже переделывать ценный рисунок. Это, собственно, первая такая настоящая политическая, историческая фальсификация истории. Последние годы Ивана были мучительнейшими годами для него самого. Кстати, казни не было. В 581 году он, не сдержанный, убил своего сына наследника Ивана Ивановича, похожего на него, видимо, характером, тоже недоброго, и даровитого, и как писатель, и даже как, ну, скажем, композитор. Вот, он возъявился на него, ударив его посохом, и удар оказался, привел к смерти. Разные слухи, одни говорят, что Иван хотел пойти воеву, возглавить войско в Ливонии, для того, чтобы было победоносное все-таки завершение Ливонской войны, другие говорят, что Иван хотел защитить свою жену, которая была на сносях, и которую прибил царь за то, что она в жаркую погоду оказалась недостаточно одетой. Во всяком случае, это было страшным горем, действительно, для отца, и напоминанием о том, что его ждет на том свете. В это время совершенно редчайший случай в истории, когда Иван тратит огромные деньги на поминание им убиенных. По представлениям людей Сергеевикоза, если человек умер, но без исповеди, и то, и умер кто-то его довел до этого, то это грех вложиться на дышу того, который его до этого довел. Сколько Иван сумел довести? И вот начинается там, в монастыри посылается с именами погибших, а иногда ты, господи, их имена вести, а то, что их имена вести, это мы знаем, потому что то, что гибли отнюдь не только какие-то политические противники, мы знаем по официальным документам, составлялись на Руси песцовые книги. Песцовые книги составлялись для того, чтобы знать сколько налогоплательщиков. И вот после разгрома Новгорода в Новгородской земле были составлены песцовые книги. Там мы читаем Ивашка, Ивашка замучили опришники, жену пресекли, скотину украли, дети прошли без места, Матвейка. И вот целые деревни с этим описание. Говорят, и не Матвейки, и не Ивашки даже могли не знать слово опрично. Потому что во всяком случае не были участниками никаких политических деяний. Поэтому это вот эти тоже массовые казни, они показывают, что в политике, казалось бы, имевшая определенную направленность, там одновременно вот этот нервный подход, не сдержанность и нетерпимость тоже очень сильно сказывались. Иван умер больным, он плохо уже трудно двигаться, умер, ну, как предсказывали якобы даже в определенное время, и его похоронили там, где он наметил себе место, и в 1564 могила была вскрыта в Архангельском соборе. вскрытым Михаилом Михайловичем Герасиевым, нашим замечательным ученым, антропологом, скульптором, который умел восстанавливать лица по черепу. Он восстановил немало исторических деятелей, Рослава Мудрого, Андрея Боголюбского, Тимура, Адмирала Ушакова, и степень его правдивости, она проверялась следственными органами, которые ему заказывали, не давая фотографий, восстановить по черепу внешний облик неустановленных лиц. И это проверялось. И вот естественно, что когда происходит такая работа, то привлекаются и ученые, и биологи, физиологи и так далее, установили, что Иван был тяжко болен от уважения солей. Он фактически последние годы не мог сгибаться, если он еще отбивал земные поклоны или как-то пытался молиться, было совершенно мучительно, было трудно передвигаться, что он был очень крепкого телосложения, высокого роста, 180 сантиметров, с полн, крепкими мышцами, широкой шеей, широкими плечами, это был сильный, его внешность воспроизведена, вот ее потом воспринимали на обложках книг, и ее, мы знаем о ней по датской, так называемой, парсунь, то есть рисунку, сделанному слишком западным уклоном, видимо, в России, который находится в Копенгангском музее, вам ее тоже покажут. А вот и так же установило, что хотя были слухи, что Ивана могли отравить, вряд ли, потому что у него не было обнаружено отравы в костях, разве что его не было, разве что его могли удушить подушкой, потому что подушка не отразилась бы на костях, если бы его сжимали шею. Но, вероятно, это тоже одно из преданий, которые сопутствовали жизни и смерти царя. А вот уже в сочинении рубежа 16-17 веков о царе стали много писать. И вот после смутного времени, в книге о смутном времени одного из аристократов сейчас спорят, кто автор, кто пенязь Хвасан Стенин, Катри Фростовский, Шковской, там есть такое вкратце о царях. Видимо, автор писал и под впечатлением Курбского, который, собственно, создал идею о двух Иванов концепции, что был Иван добрый, первоначальный, а потом стал Иван негативная фигура. Хурбский не был противником централизации, он был сторонником Совета, он полагал, что царь должен советоваться с Боярской Думой и с людьми более или менее опытными. И он приводил пример, что вот если добрый совет, но по его мнению Сильвестра как бы перевоспитал Ивана, то злой совет, когда он ездил по монастырям, один действительно известный своим неистовским древом, отправленный в монастырь епископ, совету, не держи собе советника умнее собя. Это иначе мудрым не будешь. Вот злой совет, мол, создал из злого государя. Вот что написано об Иване. Царь Иван образом нелепым, то есть некрасивым, очи имея серый, нос протягновенен и покляп, возрастом, то есть ростом велик бяши, сухотело имея, плещи имея высокий, груди широкой, мышцы толстые. Муж чудного рассуждения в науке книжного почитания доволен и многоречив зело. Ко ополчению дерзостен и за свое отечество стоятель. На рабы от Бога данные ему жестокосерд велми, на пролитие крови и на убиение дерзостен велми и неумолим. Множество народа от малой и до велика при царстве своем погуби, а многие грады свои поплени, и многие святители сквечены, заточи, и смерти немилостивы погуби, и казни многие саде их на дроби своими, жен и детей будам оскверни. Той же царь Иван многое благая сотвори, воинство берми любляшей, и требующими отцаковишь своих нескудно подаваша. таков бо царь Иван. Далее характеристика царя Федора, который был монашеского чина, Бориса Годунова, умница и красавца, хотя кого сталюбие, имевшего несытное желание, князя Василия Шуйского, растриги, князь Василий Шуйский, книжу почитанию доволен, в осуждении ума зело силен, скуп велми едино же тем чья не имел, который во уши ему ловное шептаху на людей. Вот эта характеристика, она очень показательна для оценки уже ближайшим поколениям Ивана, она не однозначна. Грандиозное расширение России, создание законов, которым следовали. И в то же время массовое истребление людей и явное обеднение России, потому что это привело их к бегству и к хозяйственному кризису, это все уже в начале 17 века очень чувствовали. И очень любопытно, что когда Алексей Михайлович второй Романов, а Романовы когда хотели достичь престола, они ссылались на родство с царем, это как раз этим очень дорожили, вот, он решил восстановить доброе имя митрополита Филиппа. Митрополит Филипп был уже при Федоре Ивановиче, его мощи были перевезены в Словетский монастырь, а царь Алексей Михайлович решил перевезти их в Успенский собор. И туда поехали, и туда поехало посольство в главе с Никоном, будущим знаменитым патриархом, а тогда владыкой в Великом Новгороде, и была послана грамота в слух прочитанная, где он просил отпустить мученика Филиппа вину прадеда его севараде преклоняю сан свой царский за он его и женатя согрешившего, доставивший ему согрешение его своим и нам пришедшим. Мощи были перезли в Москву, положенные в Успенский собор. Таким образом, для самодержцев, которые, конечно, должны были воспитывать уважение к власти самодержца, царь Иван своими поступками был отступлением от действий настоящего самодержца. И уже Алексей Михайлович первым начал это показывать. Это очень сложная фигура. По-видимому, редко бывали случаи в истории России, когда личные свойства человека могли оказывать такое влияние на осуществляю им политику. И не только в отношении людей, близко к нему стоящих, но и на более широкие массы. Иван IV казался, конечно, великим государем. И сам себя воображал таковым. Он был абсолютным владыкой огромнейшей державы, расширившись его годы. Но он не был великим государственным деятелем. Он не был лично храбрым военачальником и не оказался дальновидным дипломатом. Он был талантливым писателем, но литературный дар, он, конечно, важный дар, но он не обязательный для государственного деятеля. Он, безусловно, не был человеком высокой нравственности, хотя он всячески, всячески демонстрировал свою религиозность и свое следование церковным правилам, очень много от них отступал. Эта фигура в истории очень заметная. Но свет этой фигуры, он недобрый, он больше говорит не столько о величии самого Ивана, сколько о величии долготерпения россиян России, которые могли выдержать Ивана. Филиппская, Юлия, скажите, а как можно объяснить, что так по-разному изображен Иван Гроссный у русских художников? Вот у Репина, у Снецова. Вы очень задали замечательный вопрос, потому что это как раз ответ на те вопросы, которые задавали. Он был, как уже замечали в начале 17 века, его нельзя было однозначно оценить. Вот одновременно два крупнейших художника изображают. Для Васнецова это воплощение в виду грозный царь. И вообще гроза это нечто освежающее, это сила, хотя часто иностранцы переводят его не грозом, скажем, шеклихи, ужасом, вношающий ужас. А в то же время Репин он изобразил именно Ивана как убийцу собственного сына и в ужасе от того, что он сам совершил. Вот так, так же, как и я вам не могу ответить однозначно, какой знак вставить. Иван был, по-видимому, и человеком очень больших способностей, хотя не было такой дальновидной государственной деятельности, как у Петра, скажем, великого целенаправления, но и очень тягостных для других, для него самого мучительных свойств характера. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.